Сочули-то с белыми-то зубами. Ой-ой-ой. Гулять хочет, а я чё-то... Чё ты хочешь? Кефир купила пробиотик, чтобы всё можно было с пользой пить. Нет, гулять я не пошла, чтобы не раздражать кожу, но хочу вам показать орхидея у меня. Я не верила, что распустится до конца, а почти все распустились. Почти. И она ещё, как говорится, распускается. Красавица. На работу, видите, дождь. Сегодня у нас тест надо сдавать. Конечно, такая перемена постоянно сказывается тоже на самочувствии. Вот в такую погоду еду. Начиталась ваших советов. Танюша, она же врач всю жизнь была, тоже обеспокоилась моим состоянием. Короче, теперь думаю, хоть буду спеть посылку, ну-ка отправить, пока глисты не съели. О, напугали вы меня. На самом деле. Прям за мной присъехали. Вот у меня вот эта гроза, у меня сразу в животе прям от страха сжимается всё. Уже старческая трусость такая, знаете. давление, давление, сахар, Дэниэл. Пришёл, померил, посмотрел видео. Он на работе, говорю, что ещё первое видео посмотрел. А не второе. Прибежал. Как ты чувствуешь себя? Я говорю, да живая, живая. Говорю, говорят, что у меня диабет. Ну, у меня как? Ну, метформенгеписолит? Ну, как бы, преддиабетическая у меня тут такое рассматривают. Что ещё диабет не ставят, но уже склонность к этому есть. Поэтому показала там. Анализ я отдаю в Крыму часто. Два раза в этом году сдавала, надо ещё тогда сдать. И таблетки выписаны мне. Уже для профилактики. Короче, здесь норма в единицах измеряется совсем других, чем в России. Норма 100. Ну, Танюшка даже сказала, что теперь уже, ой, на свет включил. Уже норма 88-90. А у меня Дэниэл смел 125. Ну, для Дэниэла это нормально. Для утра 125 это нормально, потому что у него обычно 225. Ну, когда он инсулин поставит, у него примерно до нормы опускается. Поэтому для него мой сахар это ерунда. Ну, что я решила? Наверное, надо мне пропить. Пропить, как Ерочка питерская мне советовала, пробиотики. Пропить натуральные. В натуральном магазине я пойду выходной куплю. Она ведь там и в холодильнике даже в конях. Ещё раз у неё уточню. И мне уже от паразитов тоже Танюшка высылала бутылочку. Пропить для профилактики натуральные препараты. Спрошу вот в этом натуральном магазине. Как говорится, вреда не будет. Ну, а что? Организм, о, как другая республика. Проехала чуть-чуть и дождя нет вообще. А то ливень будет. Вот это ж другое дело. Еду пораньше на работу уже. Анализ дать. Надо за 20 минут, чтобы прошло между едой и сдачей анализа. Забыла зубы почистить. После того, как покушала. Всё, читала ваши комментарии. Ну, что, девчонки молодцы. У всех свой опыт. Доброе пожелание, добрые советы. Что-то всё равно ненормальное, естественно. Но на работу всё равно в любом состоянии я ползу. И на работе уже чешутся, не чешутся. Там, как говорится, дым коромыслом. Только успевай. Некогда про чесотку-то вспоминать. Это дома, естественно. Лёжа в кровати, начинаешь ощущения всякие свои проверять. Ну, вот так. Конечно, конечно, надо к врачу сходить. Урчание. Урчание, наверное, навело вас на мысль, что мне глисты-то. Я не знаю, господи. Так страшно про это говорить. Я, конечно, давно уже делала... Как оно называется? Ой. Ну, кишки проверяла. И желудок под наркозом. Ну, один полип у меня был. Уже, наверное, лет 15 прошло. Ой, меня агитировали через 10 лет. Надо каждых 10 лет проверять. Ну, вот эта подготовка к очищению кишечника, это, знаете, страшнее смерти, я вам честно скажу. Каждый переносит по-разному. Я переношу. Я перенесла. Очень тяжело. И дала себе за рук, чтобы больше на это не соглашаться. Я просто-напросто думала, ну, вот все, я умираю. Так мне было дурно. Это подготовка. Так дурно мне было, что я решила, что буду уже умирать, чтобы там у меня не выросло, не завелось. Вот. Сам-то, конечно, процесс под наркозом. Ничего не знаешь, ничего не чувствуешь. Я как-то даже по телевизору видела, что придумывает уже, но еще, конечно, мне кажется, этим не пользуются. Ну, как бы видео, такой баллончик, ты его проглатываешь, он проходит через тебя. А ты, я видела, сама по телевизору. Потом выходит, уже, видимо, с какашками. И ты его потом, значит, промываешь и доктору несешь. И там уже все, все там записано. Вот это бы, я бы лучше промыла, чем мучиться пить химикатой, чтобы тебя прочистило. Ой, как мне дурно было. И вообще, с возрастом это переносится еще тяжелее. Опять дождь. Я еду, Танюшка, мне там пишет, шлет, растревожилась. Растревожилась Танюшка за меня. Не на шутку, приток. Давление, сахар это высокий. Ну, что делать? Я запью уже с таблетки. Так, сушами я разобралась. Смазила, сейчас два раза промазываю. Хорошо. Вот если, знаете, промазала утром, до второго раза уже начинает чесаться к вечеру. А смазью-то хорошо. На пальчик и чирик, и все. Ну, как вазелин. Нормально. Мне надо два листов выводить, оказывается, наверное. На всякий случай. Почему нет? Почему нет? Ой, я тоже сколько передач смотрела американских раньше. Пока ютубом не занялась. Каких только паразитов. Паразиты в нашем теле не живут. из паразитов и состоимы. Так что, конечно, когда их становится большое количество, тогда уже вред организму. А так, они есть у каждого. Чтоб вы знали. У каждого разные. настоят. Ой-ой-ой. Ну вот. Лаура-то, Дэнел сказала, в Техасе. Разрушение, таки. Это ужас, конечно. Бедный народ. Крыши посносило, пожары там, химический завод какой-то взорвался. Разрушение, конечно, страшное. Ну, четвертая категория была. Ну, это вообще. Ну, вот пройду. Сейчас буду телевизор, наверное, включен. Хотя, может, нас переключают обычно телевизор на другую программу, чтоб не расстраивались старички. А некоторые любят, еще сами способны у себя в комнатах смотреть, смотрят политику. Все вот эти, мне вчера уже одна бабулька. Ой, идет такой ураган, такой ураган, будут разрушения, понимаете? Так что, с одной стороны, хорошо, что не здесь, а с другой стороны в любом случае жалко народ. Вот так вот здесь за теплый климат надо платить ураганами, ураганами всякими такими. Они все страшнее и страшнее. Ну, что-то у меня тема совсем грустная. Внук уже у меня вырос. Все, теперь он по телефону со мной, по ватсапу ватсапится. Как настроение, бабуля? Вот, я говорю, ну, ты, наверное, посылку-то ждешь. Ну, не так быстро у меня получится. Говорю, ну, начну уже примеряться выходные. Ой, да ты-то мне, бабуля, сними, как ты посылку будешь делать. Я говорю, да все, снимаю. Аня говорит, наконец-то стал смотреть твои видео. Пишет мне сообщение. Девять лет, да? Бабуля, я не знаю, как там называется, но танцы-то, ведь имею, ну, для твоего возраста ты танцуешь очень хорошо. Очень хорошо. Прихвалил. Так что, я себя настраиваю на танцы. Хоть я йогу и пропустила, но завтра пойду на танцы. Должна. Как говорится, назло глистам. Буду их гонять по телу. Туда-обратно, туда-обратно. И что они прижились? Это добрались-то бесплатно. Вот это я для них фрукты ем, персики. Я им устрою завтра. В бане. Дам им жару. По гамсамы. Сами все разбедутся, без всяких лекарств. Вот так вот, девчонки, сама себя и веселю еду. Тут еще корону не нашли. Тут посадят дома сидеть. Что, здесь-то она такая штука. Не знаем у нас. Все нехорошо и слава Богу. Ладно, буду лекцию свою заканчивать. Давайте, пока. Счастливо. Всем спасибо за советы, за пожелания. Все читаю, сердечками даже отмечаю. Данилка даже, видите, сахар померил. Но если будет продолжаться такое состояние, непременно пойду сдам кровь. Но это мне денег не жалко. Я хочу чувствовать себя относительно здоровой, полноценной, по-моему, так говорить. Дорога уже вряд ли будет. Ну, полноценный образ жизни, чтобы вести. Мне бы хватало всем ходить на танцы, на танцы, обниманцы и на работу. Все, пока. Всем здоровья, хорошего настроения. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok